Двухметровые саженцы вырастили в Волгоградском ботаническом саду. Сначала в пробирке, в лаборатории биотехнологии, а потом на специальной грядке. Ученые клонировали знаменитый в Волгограде тополь. Одно из немногих деревьев, сумевших во время войны выжить в разрушенном Сталинграде. Это генетическая память и того тополя, и того поколения, которое выстояло здесь, в Сталинграде. На довоенных фотографиях в центре Сталинграда красивый сквер, много зелени и фонтан. А так это же место выглядело сразу после окончания битвы. Рядом железнодорожный вокзал, за него шли ожесточенные бои. С высоты летящего самолета хорошо видны выжженные руины и несколько уцелевших деревьев. Но только на одном из них весной 43-го появились зеленые листочки. Строжилы помнят об этом тополе. Тот, кто стал детем Сталинграда, они тоже о нем рассказывают постоянно. Но вот как он выжил, наверное, это маленькое чудо. Когда в конце 40-х, в начале 50-х планировалось восстановление Сталинграда, в угоду замыслам знаменитых архитекторов Щусева и Алабяна даже переносились целые здания. Но уцелевшее в огне дерево так тронуло сердца людей, что его решили оставить, несмотря на то, что тополь оказался посреди парадной аллеи. В городе, пережившем самую кровопролитную битву в истории войн, это дерево не могли уничтожить. Оно продолжало жить, будучи израненным пулями и осколками. С годами раны тополя зажили, а его жизнелюбие до сих пор удивляет биологов. Летом прошлого года специалисты провели измерения и полное обследование тополя. Оказалось, что ему почти 100 лет, при том, что обычно такие деревья в волгоградском климате не живут дольше 60. Может быть, после ужасов войны впитало в себя жизненную какую-то энергию, силу и хочет жить дальше. К сожалению, болезни дерева не щадят, и сколько оно еще будет жить, никто сказать не может. Но стойкий генотип решили сохранить. Мы снимаем черенки, отрезаем все лишние листья и помещаем в пробирку с дистиллированной водой, чтобы довести до лаборатории биотехнологии. Из одной почки можно в год получить до нескольких тысяч растений. В лаборатории черенки разделили на крошечные кусочки и поместили в пробирки с питательным раствором. Будущие ростки сохранят все качества знаменитого тополя. Те, кто отправляется на экскурсию по Волгограду, приезжают на аллею героев и останавливаются возле тополя. Узнав о его истории, обязательно фотографируются на память.